Потери, здорово, Ахметов на перехвате, Бакаев, прокидывает мяч себе футболист сборной России, есть Федор Чалов слева, Бакаев бьет сам, отбивает перед собой голки, и первый удар, и гол! Браво, браво, Эльзат Ахметов, очень здорово подкараулил он ошибку Риста Янкова, но сейчас мы это на повторе увидим. И вот из того, что мне сейчас видно из комментариевской кабинки, процентов на 50 заполнены. Трибуны и момент у сборной России, Обляков, передача на Ахметова, обратно, удар Облякова, это прострел Чалов, и в итоге 2-0 делает счет Федор Чалов, вот так вот армейская двухходовочка приносит нам. Подвело исполнение здесь Алимхана Бакаева, но с мячом сборной России Федор Чалов, справа все тот же Бакаев, получает передачу, положения игры нет, Бакаев в страшной площади, партнеров нет, надо бить, удар, и 3-0! Счет делает Зелимхан Бакаев на 43-й минуте. Мы говорили, мы говорили об этом, что он выступает зато Ахметову, и в общем, поверьте на слово, те, кто с этими сталкивался, это очень больно. Момент у сборной России, и 4-0! Показалось, что будет зафиксировано положение вне игры, но очень здорово расположились и Иван Обляков, и Федор Чалов, и вот так вот игрок армейского клуба, хотя не оба игроки армейского клуба, празднуют успех. Давайте еще раз смотреть. Вот он, заброс, положения вне игры нет. Казалось, что передачу Началова он и обработал, оставил Ивана Облякова, и тот пробил. Вот так вот. Еще один футболист. И вновь момент, и вновь 17-й номер, и все-таки пропускает Александр Максименко. Такое ощущение, что дежавю произошло опять по центру, опять передача на Крестовске. И, к сожалению, для сборной России пропускает. Наша молодежная команда. Эта концовка встречи проходит с преимуществом македонской команды. Македонская команда, и есть о чем подумать Евгению Бушману в преддверии матча против сборной Австрии. Бакаев может украсить эту концовку. И все-таки забивает, все-таки забивает Георгий Милкадзе. Этот мяч с передачи Дзелимхана Бакаева. Они также играли вместе. На то, что... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!